Норвежский лес Роман 1987 года от Харуки Мураками В тот год он еще довольно молодой писатель Несмотря на то, что начал писать еще в конце 60-х годов И у него уже выходили книги и в 70-х годах, и в 80-х годах И его один из предыдущих романов Это «Страна чудес без тормозов» и «Конец света» Обзор на который вы можете посмотреть Перейдя по ссылке в подсказке Или по ссылке в описании И Харуки Мураками пишет новый роман «Норвежский лес» И здесь он отсылает этим названием на песню группы «Битлз» Которую слушает главный герой в процессе продвижения по сюжету Текст на обложке русского издания, как вы можете видеть, гласит следующее Смерть — это не противоположность, а невидимая часть жизни Эту книгу я покупал в середине нулевых годов Тогда, недалеко от моего дома, был книжный магазин «Книга Мир» Это была на тот момент известнейшая по всей России сеть К сожалению, до сегодняшнего дня они не дожили Но тогда в «Книга Мир» можно было найти достаточно много хорошей и качественной литературы И переходим к книгу, к самой книге В начале книги 37-летний Ватанаби только что переехал в Гамбург Он слышит оркестровую версию песни «Битлз» «Норвежский лес» И его затапливает в воспоминания Ностальгия Мысленно он возвращается в 60-е Когда какие-то события изменили его жизнь И далее Мураками переходит на рассказ про события 60-х годов Говорят, что этот роман автобиографичен И что под Ватанаби Харуки Мураками понимает самого себя Однако никаких подлинных доказательств этому у нас нет И Харуки Мураками рассказывает нам о жизни героев в 60-х годах Как мы помним, в 60-е годы славились тем, что студенты бастовали Они бастовали во Франции Из-за чего Парижский университет был разделен на несколько университетов Они бастовали и в Токио И главный герой и рассказчик Тору Ватанаби Он тогда был студентом одного из токийских колледжей Но в демонстрациях участия не принимал Несмотря на то, что его студенты, его однокурсники Звали его на эти демонстрации Ему это было неинтересно И здесь хотелось бы остановиться на том И поговорить о том, когда Мураками превратился в Мураками В Мураками, который заставляет своих героев заниматься самокопаниями Вспоминать прошлое, выискивая в нем непонятно что Опору или средство убежать от реальности Или еще что-то другое И вспоминая более ранние романы Это когда, допустим, к югу от границы на запад от солнца Когда Мураками рассказывает, помещает своих героев в бар Где они рассказывают какие-то истории, вспоминая минувшие дни И битвы, где вместе рубились они И тогда ли это произошло? Или же когда Мураками представил свой самый первый роман, повесть, рассказ Редактору И какой-то редактор посоветовал ему делать вот так, как он сейчас делает То есть начинать рассказ в одном времени Потом воспоминания о героях перемещаться в другое время Потом ехать куда-то на край Японии И посещать какие-то отдаленные места Ну, неважно Вот в норвежском лесе это Пусть это будет психолечебница В убийстве командора Это лечебница для пожилого человека Для художника Который является отцом одного из друзей главного героя Или еще как-то Или это вообще какой-то вымышленный мир в голове человека Как, например, конец света Из-за страны чудес без тормозов и конца света Мир, который Город, который обнесен на высокой стеной Кто ему это посоветовал? Кто мураками это посоветовал? Редактор или он сам изначально еще с молодых лет он был такой? Я не знаю У меня нет ответа на этот вопрос Однако В его творчестве достаточно много книг В которых он помещает героя в такие ситуации Когда эти герои вынуждены копаться в прошлом Чтобы выяснить что-то о себе И следующий после Норвежского леса Книгой, в которой главный герой Слишком сильно копается в прошлом И ту вторую книгу я прочитал спустя более чем 10 лет после Норвежского леса Это книга Бесцветный Цукуру Тадзаки Обзор на которую вы можете посмотреть Перейдя по ссылке в подсказках или в описании Обзор уже вышел Так вот в Бесцветном Цукуру Мураками Помещают героя в такие обстоятельства Что он просто не может не копаться В прошлом И не может не копаться в себе Однако Не только в Бесцветном Цукуру Есть отголоски Норвежского леса Они есть и в убийстве командора Также отзыв на который уже вышел на канале Можете посмотреть его по ссылке в описании Или по ссылке в подсказке После того, как досмотрите это видео И в убийстве командора у нас есть Общие черты с норвежским лесом Это путешествие главного героя по Японии Это заезды Если в норвежском лесе это психбольница То в убийстве командора Это лечебница для художника Тамахико Знаменитого Ну по вселенной Убийства командора Знаменитого японского художника Тамахико И возвращаясь к норвежскому лесу Наверное, одна из самых тяжелых книг Для восприятия Умураками Возможно, за исключением Хроник заводной птицы и подземки Но про хроники заводной птицы я говорил отдельно И про подземку, скорее всего, не будет видео Рекомендую ознакомиться с отзывами в интернете Тяжелая книга для восприятия Потому что постоянное метание героев Его поездки в психбольницу Его размышления о том, с кем он хочет быть На око, который лежит в этой больнице Или с Мидари Вполне благополучной дочери Владельца книжного магазина И пока читал роман Казалось, что эти метания Главного героя никогда не кончатся Что автор так и оставит героев Кружить на карусели С которой никогда не сойти Но в какой-то момент Автор замирает Останавливается И поворачивает Плавно Двигает героев Сюжет к концу романа Однако метания главного героя Оканчиваются не по его воле На око умирает в лечебнице Тем самым освобождая Главного героя от необходимости что-то решать Принимать какое-то решение С кем он хочет быть Потому что у него остается только лишь Выбор Одна Из одной И он идет к Видари Чтобы признаться ей В любви На канале Уже много Отзывов На книги На канале также есть Не только отдельные отзывы На отдельные книги В отдельных видео А еще есть Огромные 40-минутные 60-минутные Полуторачасовые Обзоры На книги На них я оставлю ссылку в описании И вот здесь вот в плашках они появятся Художественная литература Или книги по бизнесу И у меня совершенно нет никакого желания заново повторять вот эти два отзыва Которые я уже сделал ранее По сути уже больше почти два года назад В начале двадцатого года я это делал Мне нет никакого желания повторять и делать эти обзоры книг Которые я уже сделал в полуторачасовых обзорах В часовых обзорах Об отдельными видео делать Поэтому если вам интересны видео Обзоры на книги На художественную литературу На книги по бизнесу Переходите по ссылкам Там под видео будут тайм-коды Если вам не надо будет смотреть целиком видео Вы найдете эту книгу, которая вам интересна Нажмете И посмотрите только этот обзор Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик уведомления Делитесь этим видео в социальных сетях Это был разбор Романа Норвежский Лес с Харуки Мураками До новых встреч